Факультет с сердцем, факультет о людях, факультет самых активных и творческих, факультет социальных технологий. Именно о нем и его внутренней кухне расскажу вам я, Анастасия. Погнали! Недавно у ФСТ был день рождения, 20 лет. И все это время факультет готовит специалистов, которые знают все об инструментах социального воздействия. Здесь есть 5 направлений. Журналистика, психология, реклама и связи с общественностью, социальная работа и социология. Расскажу о каждом подробнее. Начнем с журналистики. Это самые многочисленные направления на факультете. Здесь готовят специалистов, которые разбираются в тенденциях в сфере масс-медиа, базовых принципов формирования медиасистем, могут заниматься текстовой, проектной, продюсерской и организаторской работой. После выпуска студенты могут претендовать на такие должности, как журналист, корреспондент, фотокорреспондент, репортер и так далее. Мы делаем упор как раз на создание контента качественного, грамотного и который будет восприниматься адекватно аудиторией. Также есть у нас блок профессиональных дисциплин. Есть дисциплины, которые связаны с тем, чтобы упаковать наш контент, связанные дисциплины с продвижением контента, с экономическими составляющими журналистской деятельности. И есть также дисциплины по выбору, которые можно выбрать студентом и которые связаны, например, с репортерским мастерством, с композицией кадра и монтажом. В факультете у нас также присутствуют. Это иностранные языки, и то же самое журналистское расследование. Здесь мы делаем упор на выбор, уже на индивидуальную траекторию студентов. Да, журналистика – это все же про практику. И у ребят есть место, где они могут отработать все полученные навыки. На факультете работает медиа-центр, который объединил студенческий телеканал, газету, радио и студенческое рекламное агентство. А если говорить про редакцию, непосредственно про ее работу, у нас есть корреспонденты, операторы, монтажеры. И у нас есть цель – воспитать универсального журналиста. И вот ребята меняются, попробовали себя в монтаже, попробовали в корреспонденции, попробовали в операторском искусстве. И таким образом они понимают всю эту кухню изнутри, и уже когда устраиваются на работу, они уже имеют какой-то навык, какой-то опыт в работе. Если вас уже заинтересовало направление журналистика, то у нас есть отличная новость. Преподаватели и студенты ФСТ открыли портал Кимьюз, где публикуются материалы, которые пригодятся при поступлении. А также на ФСТ работает Зимняя школа журналистики, где проходит активная подготовка абитуриентов к поступлению в наш ВУЗ. Зимняя школа журналистики – это курсы по журналистике, которые мы проводим для школьников с 7 по 11 класс. Значит, на этой школе мы проводим мастер-классы, где знакомим ребят с будущей их профессией. Зимняя школа, она проводится в два дня. Помимо того, что они слушают наши мастер-классы, они пишут различные эссе, и наши педагоги эти эссе или другие журналистские материалы проверяют, а потом с ними обсуждают, разбирают. Уникальность ФСТ состоит еще и в том, что у нас есть музей журналистики и пиар прямо на факультете. Сегодня мы оцениваем, так сказать, общее количество экспонатов музея примерно в 2,5 тысячи экспонатов, из которых чуть меньше половины – это редкие и очень редкие газеты и журналы, это главная часть нашей коллекции, и самые современные газеты и журналы, которые вы можете сегодня, мягко говоря, найти в киосках. Если у студентов появляется желание написать о какой-то группе газет или о тематике издаваемых средств массовой информации, он может это сделать, и у него есть для этого уникальные возможности. И по нашим подсчетам уже около полутора десятков курсовых работ написаны на основе нашей коллекции. Следующее направление – реклама и связи с общественностью. Наверное, у этих ребят просто глаза разбегаются от количества сфер, в которых они могут себя реализовать. СММ, реклама, пиар, организация мероприятий и еще множество других творческих профессий. Теоретически газетные или, так скажем, учебные материалы мы рассматриваем только лишь как приложение к практическим. То есть у нас есть реальные заказчики, которые дают нам задания, чтобы мы это реализовывали на практике. И каждый проект, курсовой проект, каждый проект, практическое занятие, оно проходит именно в тех условиях, что ребята разрабатывают новое для инфраструктур города. Специфика именно в подходе. Специфика именно в том, что мы не даем студенту отдыхать. Это, понимаете, в этом случае действительно мы преподаватели в заговоре находимся. Мы решили студентов, чтобы они эти четыре года им запомнились. Именно, чтобы это было весело, это было по-настоящему творчески, чтобы это было по-настоящему с огоньком. Студенты в ПСТ получают знания не только в стенах родного факультета. В настоящий момент четверо студентов, всех трех направлений, благовариата нашего факультета, психологи. Кстати, психологи впервые поехали именно в этом году. Журналисты и студенты направления рекламы и связи со общественностью находятся в Сербии, в замечательном университете Сингидуном. Как правило, наши студенты едут по программам не своего бакалавриата. Они берут более, скажем, смежные вещи. Ну, к примеру, журналисты и студенты рекламы и связи со общественностью предпочитают брать направления, связанные с мультимедийными технологиями. Социология – новое направление на факультете. Оно открыло свои двери в этом году и готовит специалистов для работы в маркетинге, HR-департаментах, госструктурах и бизнесе, где они смогут заниматься исследованием общественного мнения. У нашей программы очень много преимуществ. Одно из первых преимуществ – это то, что у нас идеальное сочетание теории и практики в социологии. Поэтому 50% теоретических дисциплин и 50% практикоориентированных. Плюсом в нашей программе является то, что базами практик у наших студентов будут крупнейшие социологические исследовательские центры России. Это Фонд «Общественное мнение», это Всероссийский центр исследования общественного мнения, это «Левада-центр» и многие другие, которые проводят исследования не только на уровне регионов, но и на федеральном уровне. Раз уж мы говорим о социологии, давайте проведем социологический опрос. Молодой человек, за что вы любите ФСТ? Я люблю ФСТ за его душевность и всегда готовность помочь любому студенту в любом вопросе. ФСТ не раз выручал меня, и я в любой надобности выручу ФСТ. Ой, за студентов, конечно же. За семью в видеодногруппников. А за что ты любишь ФСТ? А я люблю его за студенческое научное общество. Ой, а что это такое? Ну, во-первых, студенческое научное общество — это люди, которые занимаются наукой. Ну, это первое. А также это исследователи, которые пишут свои статьи, выступают на конференциях, участвуют в форумах. Также это много классных мероприятий, допустим, такие как ScienceLam. Это научно-популярный батл ученых, где они рассказывают в формате стендапа за 10 минут о своих исследованиях. Если же вам близко погружение в глубокий анализ личности человека, то добро пожаловать на направление «Психология». После выпуска студенты могут заниматься как частной практикой и консультациями, так и пойти в крупные организации и стать тренером, коучем или профориентологом. Для того, чтобы овладеть профессией психолога-управленческой сферы, вы будете осваивать такие предметы, как дизайн психологического исследования, потому что без исследований мы не продвинемся в решении задач. Тренинговые техники, команда образования. Безусловно, мы будем изучать биологическую базу психических процессов и посвятим много изучению анатомии и физиологии центральной нервной системы. Ну и, конечно, как же без тренингов, социальной чувствительности, развития управленческих компетенций и так далее. Готовьтесь к тому, что вас ждет много математики, потому что психология – наука доказательная. Здесь придется поработать с математико-статистическим аппаратом. Факультет социальных технологий самый активный и творческий. Его студенты просто не могут быть внеучебной жизни. Поэтому ФСТ дает широкие возможности для реализации себя в творчестве. На ФСТ, как и на любом другом факультете, можно обрести себя во внеучебке, в учебной жизни. Есть большое количество разных объединений, которые создаются непосредственно студентами. И в целом тех объединений, которые есть под руководством именно преподавателей и тех людей, которых курируют. Если говорить про ту область развития, в которой нахожусь я, то это такое студенческое самоуправление, это советы, активы и все прочее. Здесь мы уже вольны делать то, что нам придумается. Таким образом мы, наверное, находим какие-то возможности себя реализовать творчески, организовывать какие-то мероприятия, события, акции. В общем, все то, что приходит нам в голову. И последнее по порядку, но не по значимости, направление «Социальная работа». Важно отметить только заочная форма обучения. Здесь готовят профессионалов-управленцев в области социальной политики и защиты населения. После выпуска они могут стать специалистами центров, которые занимаются помощью социально незащищенным группам населения. Группы по социальной работе у нас небольшие. Они с таким семейным типом управления. И мы учим в социальной работе не только теории, но и, конечно же, практике. В экзаменационной комиссии у нас также сидят те, кто непосредственно потом вам может предложить места для работы, потому что это исключительно практики. Практики из пенсионного фонда, из благотворительных фондов, из комитетов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Студенты факультета социальных технологий – это мастера креатива и гуру коммуникации, которые с радостью тримут вас в свою семью. До встречи на ФСТ!